Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима, святого города. И мы продолжаем изучать Тору. Что Бог хочет от нас, что Бог хочет, какие заповеди, как мир работает. Все мы изучаем уже несколько лет. С 10 утра до 10.30 утра у нас есть время для изучения Торы. С 10 до 10.20. Все, есть у нас постоянные наши зрители. Не зрители, а ученики. Максим Перенчук уже высоко поднялся, уже почти марафон пробежал. Яков Шатадин, директор проекта Воикра. И с Божьей помощью, да, с Божьей помощью уже у нас больше 100 тысяч подписчиков. Можете себе представить, больше 100 тысяч человек, которые изучают Тору на платформе Воикра. Это цифра. Больше 100 тысяч человек только в Фейсбуке, я говорю. У нас же есть еще каналы в Ютьюбе. Есть сайт Воикра.ком. Больше, более 100 преподавателей Торы получили возможность с помощью портала Воикра. Получили возможность делиться своими знаниями. И вы можете выбрать себе абсолютно любого. Заходите на Воикра.ком. Там есть рейтинг преподавателей, рейтинг уроков. Вы выбираете себе такие уроки, такие уроки. И с Божьей помощью, с Божьей помощью будет очень-очень скоро хорошая у нас ситуация. Хорошо, поехали. Мы изучаем книгу, которую написал Хаффетс Хаим, «Жаждущие жизни». Шмират Алашон, как сохранять свой язык. Как сохранять свой язык и не нарушать. Мы уже изучили, почему это важно. А сейчас мы пошли, начинаем уже изучать конкретика. Конкретика, какие есть запреты в Торе, которые запрещают говорить «лашонара». Лошонара – это злоязычие. Мы узнаем, что такое злоязычие. Мы до сих пор не знаем. Мы как бы глобально говорим слово «злоязычие» и «сплетничество». Но что это значит, какие конкретно идут нарушения, мы пока не знаем. Вот сегодня мы узнаем. Значит, и говорит нам Хаффетс Хаим. Он говорит, что такое «лашонара». Давайте разберемся. Что такое злоязычие? Что такое злоязычие? Значит, он объясняет так. Тот, кто рассказывает в позорящие другого человека вещи. Тот, кто рассказывает… На иврите это звучит так. А месопербы гнут хаверо. Гнут – это гна и гнут. Это вещи плохие про ближнего. Про товарища. А что такое сплетничество? А сплетничество – это когда он рассказывает одному, что про него говорил другой. Плохое что-то. И это запрещено, даже если говорится правда. Представляете? Это как бы казалось бы. Вот я прихожу. Давайте я приведу пример «лашонара». Злоязычие. Вот я, например, сейчас вам скажу. Вы знаете, есть такой человек, зовут его Александр. Этот Александр, он вообще такой, он наглый, тупой и так далее. Все, «лашонара» на Александра. То есть, если я такое вам рассказываю, это «лашонара» от Александра. А если вы потом идете к Александру и говорите «вы знаете» или ему шлете видео. Знаешь, Александр, Ицкак про тебя говорил так-то, так-то и так-то. Это сплетничество. Понятно, да? Ужас. Теперь дальше. Если это правда, то это значит злоязычие и сплетничество. Значит, а что еще есть? И запрет вот этого злоязычия и сплетничества, это запрещено, когда говоришь при человеке и без человека. Например, если здесь же сидит Александр, и я ему говорю, знаешь, Александр, ты там наглый и тупой. Лошонара. Если нету Александра, я говорю, о, Александре, он такой-такой. Лошонара. Все это нельзя говорить. Понятно. Что при нем, что без него. И вы знаете, вот сейчас я вам скажу самую, вообще для меня это самая была удивительная вещь. И она очень, очень прямо уникальна. Нету разницы между тем, кто говорит, и между тем, кто слушает. Представляете? Нету разницы между тем, кто говорит Лошонара и тем, кто слушает. Оба нарушают. Смотрите, как это работает. Все работает в этом мире равновесно. Например, когда собираются на шаббат, вот скоро будет шаббат, есть и душ. Освящение шаббатного дня – это заповедь истории. Один берет, берет стакан вина и говорит, и был вечер, и было утро, йомашиши, день шестой. Ваихудуа шамаям вараци. Были закончены небо и земля. Вакольцва. То есть, один говорит, все слушают и все выполняют заповедь. То есть, как в святости, когда один говорит святые вещи, а те, кто слушают, они присоединяются к этому. Так же в Лошонара, в злоязычии, один говорит, а второй слушает, нету разницы между ними, говорит Хафицкая. Теперь, ну подождите секундочку, главное не выключайте здесь. Теперь нету разницы между тем, кто рассказывает, и тем, кто принимает. А кто такой принимающий? Вот тут есть нюанс, тут есть нюанс. Принимающий – это тот, кто верит в сердце, что в этот рассказ. Если он не верит, тогда это не называется принимающий. Например, вот мы открываем любую новость. И в любой новости идет конкретная Лошонара на людей. Прям вот просто я открою любую новость, там, израильский сайт. Любую. Открываю израильский сайт. Давайте посмотрим. Вот просто, чтобы был пример. Пример новостей. Значит, вот я открываю сайт. Там сайт называется Миг Ньюз. Написано так. Нахман Аш. До выборов может быть введен четвертый локдаун. Может быть, введен четвертый локдаун до выбора. Ну, не знаю, где здесь Лошонара, но я просто не верю. Не верю, потому что не верю. На всякий случай. Дальше. Где работает Авени Синкорн? Не знаю, кто это Авени Синкорн, но я уверен, что здесь это статья. Про него полностью Лошонара. Если я сейчас буду читать и верить, значит, я присоединяюсь к этому греху. Если я читаю и не верю, значит, не присоединяюсь. Понятно, да? Значит, дальше. Вот. Вот смотрите. Статья в заголовке идет конкретная Лошонара. На Нитаниягу прямая ответственность за мутации. Ну, это же бред. Ну, как может быть на Нитаниягу прямая ответственность за мутации? То есть, журналист, такой конкретно злоязычный этот человек, он обвиняет премьер-министра Натаниягу, который днями и ночами не спит для того, чтобы спасать людей от мутации. Я не могу, я не могу выехать из Израиля, потому что закрыт Израиль уже там месяц. Вакцины, всех вакцинировали и так далее. То есть, но вот этот журналист, он говорит, на нем прямая ответственность за мутации. То есть, как будто бы он эти мутации сам запускает, ходит всех, заражает там и так далее. Теперь, если тот, кто это принимает, тот, кто это принимает, на нем тоже грех Лошонара. Теперь дальше. Тот, кто маамин, тот, кто верит в сердце, что тот, та история, которую ему рассказывают о ближнем, она правдивая. Теперь дальше. Понятно, да? То есть, если ты не веришь, то на тебе нет именно этого греха, что ты такой же, как тот, кто рассказывает. Но есть там нюансы. Там столько нюансов, вы сейчас увидите вообще. Теперь дальше. Когда он дальше говорит? Когда я пишу, что кто-то делает грех злоязычия или сплетничество, речь идет о четырех главных запретах. Какие запреты здесь главные? Есть там четыре запрета, два проклятия. Вообще жуть. Значит, вот сейчас мы будем изучать, какие именно запреты истории и какие проклятия идут на тех, кто говорят злоязычие, и на тех, кто слушает злоязычие, и на тех, кто говорят сплетни, и на тех, кто слушает сплетни. Значит, вот мы начинаем изучать. Начинаем сейчас изучать конкретно, какие же, какие запреты нарушаются. Понятно, да? Первое. Значит, тот, кто сплетничает о ближнем, нарушает запрет, который записан в книге Ваикра. Книга Ваикра, значит, есть такой запрет. Написано так. Лот-элех-рахиль-бэ-амеха. Не ходи сплетникам в народе твоем. Кто такой сплетник? Сейчас мы узнаем, кто это сплетник. Тот, кто ходит от одного к другому и передает. Так сказал какой-то про тебя. Так я слышал, кто-то сказал о тебе. И несмотря на то, что это истина, то есть он может говорить абсолютно правдивые вещи, то, что он дослышал, он же не знает, как было на самом деле. Но он говорит, вот ты знаешь, сказала тебе плохо такой-то, такой-то. Это человек, прям, представляете, он разрушает мир. Он разрушает мир. Такая есть фраза. Есть еще, он говорит, грех еще больше, чем сплетничество. И что это за грех больше, чем сплетничество? Это злоязычие. Что это значит? Тот, кто рассказывает вещи, позорящие ближнего, несмотря на то, что это правда. Но тот, кто говорит обман, это называется другой грех. Амоци-шамра. То есть он выдумывает, он как бы создает плохое имя на ближнего. То есть тот, кто говорит правду, нарушает злоязычие. Тот, кто обманывает, нарушает другой грех. Давайте приведем пример. Значит, чтобы было понятно, что можно, что нельзя говорить. Вот кто-то вам рассказал какое-то зло про кого-то. Вы идете. Простая ситуация. Вот представьте в жизни. Я думаю, что многие могли это услышать. Многие могли в этом даже почувствовать на себе. Один человек другому говорит про другого абсолютно правдивые вещи. Ругает его. Говорит, ты такой-сякой. Там, я не знаю, все. Теперь сказал он ему это в лицо. Какой будет эффект? Какой будет эффект? Эффект, если взять психологический эффект, то тот, кого ругают, у него всегда есть оправдание. Он же в своих глазах, он себя оправдает. Он скажет так, не так, не виноват. Ты неправильно понял. Я думал по-другому так. Но ему обидно. Ему обидно, больно. Он внутри страдает. Он эти слова иногда годами носит. Эти слова обиды, что его кто-то обидел. То есть оно его внутри просто, как сказать, оно его разрушает изнутри. Обидные слова, они убирают дружбу, любовь и так далее. Теперь один человек другого поругал. И мы в Мишле когда-то учили, что в момент, когда у тебя ссора, не говори ничего плохого. Потому что потом ты будешь страшно об этом жалеть. А уже вернуть же невозможно. Слова, которые ты уже сказал, они уже вышли. Получается, что если это все лошонара. Теперь, а что такое сплетничество? Один другому, это еще хуже. То есть один другому рассказывает какие-то гадости. Ты знаешь, вот я знаю такого человека. И мне говорили про него, что он такой, всякой, плохой и так далее. Рассказал. А тот взял и пошел к этому человеку. А ты знаешь, что про тебя этот сказал? Он, бродя, такое сказал вообще. Значит, они, эти два человека поругались. А кто виноват в этом? Тот, кто передал слова. Тот, кто передал эти слова. То есть это очень все сложные такие... Это зло, которое оно как вирус. Я так думаю, что вирусы, которые приходят в мир, вирусы, они так и передаются, как слова. Дальше, второе. Теперь, тот, кто рассказывает злоязычие, и тот, кто принимает злоязычие, они еще нарушают запрет Торы, Лотиса Ашемашаб. Не говори пустые вещи. Не говори пустые вещи. Значит, вот это зло, которое ты говоришь про другого, да? Или передаешь ему. Какая тебе разница? Зачем это? Ну, то есть, что ты хочешь этим добавить в мир? Ты хочешь, чтобы они... Когда ты передаешь что-то плохое, и говоришь про тебя, сказали плохо, так, так и так. Ты что хочешь добиться этим? То есть, ну, какой результат ты ждешь? Что он тебе скажет? Да, ты молодец, что ты мне рассказал про моего друга. Я-то думал, он мне друг, там, или жена, или брат. А ты мне вот это все рассказал, теперь я с ним общаться не буду. Да, ты молодец. То есть, ну, ему все равно неприятно. Если он начинает на кого-то злиться, если он потерял только что жену, друга. То есть, ты как будто бы у человека что-то забрал, украл. То есть, ну, какая в этом польза? Теперь дальше. Третье. Третье. Тот, кто говорит лошонарас, злоязычие и сплетничество, он еще нарушает такой запрет в Торе. Раньше в Торе вообще было все по-другому. Во времена, когда Маши Рабейну получил Тору, люди были на более высоком уровне. И когда был храм, они были на более высоком уровне. И есть в Торе такой запрет, что сохраняйся от проказы. Будь очень осторожен от этой проказы. Что это значит? Значит, когда говорится, очень будь осторожен от проказы, то имеется в виду, чтобы ты остерегался от злоязычия. Чтобы на тебя не пришла проказа через злоязычие. Значит, когда во времена Торы, когда духовный мир был более проявлен, и люди были более сразу же под влиянием духовного мира, то они более были чувствительные, то злоязычие, когда человек другому говорил какие-то вот эти вот неприятные вещи, то сразу же, сразу же у человека начиналась психосоматика, и он покрывался язвами, проказой. Откуда мы это знаем? Значит, самый известный эпизод в Торе про злоязычие, это когда родная сестра Моше Рабейну, родная сестра Моисея, да, многие знают его по имени Моисей, его назвали Моше, Рабейну, учитель нас. Когда он, после того, как он спустился с горы Синай, и он 40 дней получал Тору от Бога, он когда спустился, у него изменилась его человеческая природа. Он 40 дней был без еды, без воды, и получал на себя Тору, и он начал сиять, от него шел свет, он не мог ходить даже, у него было закрытое лицо, потому что от него были лучи света, он жил в Оэль-Моэд, это было такое место за пределами Стана, и он был все время на контакте со Всевышним. Теперь, когда он был на контакте со Всевышним, то он перестал, помните, был такой момент, до получения Торы, Бог сказал Моше, Рабейну, пускай мужья и жены, пускай мужчины и женщины, три дня не встречаются, не встречаются, чтобы все подошли в каком-то духовном состоянии, более высоком, к получению Торы. После этого, когда получили Тору, опять обязательно стало, мужья с женами живут, живут, спят вместе, все, но Моше Рабейну перестал жить со своей женой. Почему? Потому что он был все время вот в этом контакте с Богом, и он перестал жить со своей женой. Значит, и стояла Мириам, его родная сестра, и стоял брат родной Аарон, и Мириам сказала такую фразу, сказала она простую фразу. Она говорит, да, говорит, Моше Рабейну пророк, наш брат, и мы пророки, мы тоже пророки, но мы-то живем со своими мужьями и женами. То есть такая была, жалко, мол, жалко Цепору, жалко Цепору жену его, что он теперь с ней не живет. Теперь, значит, казалось бы, ну что она плохого сказала? Но Всевышний ей говорит, ты, говорит, Мириам, не знаешь, что ли, что Моше Рабейну она в Миколь Адам, он самый скромный из всех людей, он, Эвит, он служитель мой, он все время со мной. Ты не знаешь этого? Зачем ты про него говоришь вот эти вот вещи? И Мириам, родная сестра Моше Рабейну, она покрылась проказой. Покрылась проказой семь дней, пока мест она раскаивалась и так далее, у нее она была вся в проказе. То есть это был Лошон Ара, то есть это была вещь неприятная ни для жены Моше Рабейну, ни для самого Моше Рабейну, ни для Всевышнего, ни для Аарона, который это услышал. Ему какая разница? То есть что ты хочешь этим сказать? Зачем ты брату рассказываешь что-то, что неприятно и как-то в черном свете описывает кого-то? Что ты хочешь этим выиграть? Вот это вот раньше, когда человек говорил о Шон Ара, у него сразу начиналась проказа, начинался он сразу покрывался такими кожными болезнями. Сейчас люди не покрываются сразу кожными болезнями, но безусловно, нарушая духовные законы и говоря злоязычие и сплетни, идет как яд, какой-то духовный яд идет. Как он в жизни отражается? У кого-то болезнями, у кого-то неприятностями, у кого-то какими-то другими последствиями. Но в Торе было написано, что очень остерегается от Лошон Ара, чтобы не заболеть проказой. Теперь, кроме этого, тот, кто рассказывает злоязычие, тот, кто принимает злоязычие, то есть верит в сердце тому, что рассказывают, они нарушают такой запрет, который звучит так. Перед слепым не делай препятствия. Почему? Потому что в этом союзе встретилось два сплетника злоязычника. Один другому говорит, ну что говорить, я сейчас тебе такое расскажу, я тебе просто сейчас, ты будешь, просто ты сейчас удивишься. И начинает ему, давай, Лошон Ара, злоязычие сплетни про другого рассказывать. Получается, что когда он ему рассказывает эти сплетни, он перед ним делает препятствия. Потому что большинство-то людей не знают, что это запрет из Торы, что это запрещено. И он, получается, он ему нарассказывал гадости про других. Он его как бы помоями обливает, а тот не знает, что это помоя. Тот не знает, кто слушает, какую ему вред его душе приносится. Получается, тот, кто рассказывает, он перед слепым делает препятствия. Тот слепой, тот не знает, какой ему будет вред. Теперь дальше. Но если бы не было того, этот бы никому ему было рассказывать. То есть, тот, кто рассказывает, если бы у него не было слушателя, он бы тоже никому бы не рассказывал, он бы молчал. Получается, что тот, кто слушает, он тоже нарушает в этот момент запрет перед слепым, не делая препятствия. Понятно? То есть два человека нарушают запрет. Теперь дальше. Тут идет длинное у него рассуждение. Если стоит группа людей и один рассказывает в группе плохие вещи про другого, рассказывает, 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 значит получается, что только первый, кто включил вот этот разговор, только первый, он нарушает запрет перед слепым не делая препятствия. Потому что остальные уже пришли, тот уже рассказывал и они просто подключились. То есть у них на один запрет Торы меньше тех, кто в группе. Ну, в общем, на сегодня мы заканчиваем. Мы сегодня изучили, какие запреты нарушаются. Страшное дело. Поэтому, по-простому, если только добро, только добро, только добро, только хорошие вещи. Если вам рассказывают что-то плохое, ну не верьте. Вот просто не верьте. Потому что, в принципе, если человек описывает вкус картошки, то можно ли сказать, что то, что он рассказывает, это правда? Это его субъективная правда. Если он говорит, картошка вкусная или картошка невкусная, или мне она понравилась, или мне она не понравилась, это все его субъективная реальность. Его слова, вообще любые слова, они не передают объективную реальность. Поэтому, в принципе, всему, что рассказывают, лучше не верить. Позитивные вещи лучше, естественно, слушать, принимать. Они дают эффект. Это как пища для души. А негативные вещи лучше не говорить, не слушать, не верить, потому что этим это яд. Это конкретный яд, злоязычие и сплетничество. Это яд. Все. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Желаю вам хорошего шаббата. Светлого, чистого, доброго, полного, позитивного взгляда на жизнь, на мир, на друзей, на знакомых. В каждом есть что-то хорошее, и вот этому хорошему надо его увеличивать, надо его усиливать, и тогда будет хорошая жизнь. Все. Удачи, успехов. Всем шаббат шалом. Пока.